Доброе утро, дорогая церковь! Сейчас я хочу вам представить наших гостей. Это те люди, которые мы очень любим. Они так долго были с нами, и поэтому сегодня у нас в гостях пастор Пикюля и пастор Джоэл. Они служат в городе Иллори, это в Нигерии, штат Квара. И, знаете, я думаю, что они больше поделятся сами и расскажут. И, знаете, мое сердце так радует, когда я вижу их, потому что это плоды всей нашей работы. Потому что, знаете, каждый из вас какой-то частью послужил для их сердца, когда они были здесь. Они росли здесь, они общались, они, знаете, Бог через нас служил тоже им. И, знаете, так радостно видеть, когда плод, он поднимается, и, знаете, братья и сестры наши, они становятся пасторами, и они служат далеко там, где мы не можем послужить. Здравствуйте, Серков! Я предпочитаю на английском все-таки говорить, чем на русском. Пастор Ира, это большая честь быть здесь. И мы очень благодарны Богу за Пастора Романа, за его любовь к нам, за его любовь к нам, что он принял нас. И, скажем, вымолил нас в Суму, в Украину. И мы очень почтены быть здесь. Я хочу, чтобы моя жена также поделилась. Я для меня большая честь и привилегия быть здесь. И большие благодарности Пастору Роману и Ирине, что они приняли нас в свою семью. Где-то 10 лет назад мы сюда приехали, чтобы учиться. И они приняли нас в семью и вложили в нас очень много. Поэтому эта церковь – это наша семья. И мы очень рады видеть вас снова. Мы очень рады видеть Анжелу. Мы очень любим вас. И пусть Бог благословит вас. Слава Его имени. Давайте мы помолимся. Отец, во имя Иисуса. Господь, благодарим Тебя за день, который Ты сотворил. Спасибо, что мы сегодня можем быть здесь. Это день, который Ты сотворил, и мы радуемся и веселимся в нем. Просим, чтобы Ты, Отец, говорил к нашим сердцам. Когда мы будем читать Писание, которое Ты приготовил нам. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Praise the Lord. I'm sorry, I'm so used to saying hallelujah. We often preach, and every time we preach, we say hallelujah, hallelujah. Часто, когда мы проповедуем, мы говорим, hallelujah, hallelujah. I'm so full of gratitude to the Lord. Being here is like a dream come true. I came into the Kavchak Church in the year 2006. After some time of praying and asking God to show me where to worship. После определенного времени, которое я провел в молитве, и просил Бога, где мне поклоняться. I was a foreign student here, studying in Sumi. Это был мой второй год изучения студенческого года в Sumah. In the medical institute. And the Lord made it possible for me to meet with Sasha Chefkus. И Господь определил для меня встречу Саши Chefkus. First of all, when I said sister who connected me with her, and then they brought me to church. И потом она привела меня в церковь сюда. And then I think I came in for V-Book service on Tuesday. И я попал на служение В-Бух во вторник здесь. And I was a part of the V-Book, always learning I'm growing on Tuesdays. И я видел, как растет по вторникам это служение В-Бух. And on Sundays I was always so blessed, when Pastor Аня would teach. В воскресенье я был благословен, я помню, как Pastor Аня служила. And Pastor Samuel loved teaching the Word. And I always love it so much, whenever Pastor as well teaches. Because, you know, Pastor has such a heart of love. Because Pastor has such a heart of love. I have never met a man who has so much love like Pastor Roman. Никогда не встречал человека, чтобы столько любви было в сердце, как у Pastor Романа. He is my mentor. И он, я считаю, его своим наставником. And I counted as a great honor И действительно для меня большой честью To be standing here today to share the Word of God In his absence. Пока его нет. And I want to use the opportunity to say thank you to the whole church once again. И еще раз хочу поблагодарить всю церковь For the leadership of the church and the members of this church За лидеров этой церкви, за наставников этой церкви For being to us fathers, mothers, brothers and sisters In a foreign land. We grew up here We were taught God's Word here We were trained here And made so much of us this Ukraine And that's why my brothers and sisters Always keep coming here Every now and then So I want to say thank you so much For always receiving us Our story is never complete Without Pastor Roman and Pastor Ira And the Kovchek family And so when the Lord gave my wife and I The opportunity to come to Ukraine again I knew that God was bringing us to the place of our beginning Hallelujah Praise the Lord I also want to welcome my brothers and sisters Who are here today Africans who are in church today Please help me welcome them to church Hallelujah I'll be sharing this morning with us on the topic of trusting in the Lord I'll be taking up my text from the book of Mark chapter number 4 I'll be taking up my text from the book of Mark chapter number 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 12 And when they had sent away the multitude that took him even as he is he was in the ship And there were also with him other little ships 12 12 13 15 15 16 16 17 16 17 22 23 24 24 25 25 26 27 28 30 30 31 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 38 38 41 42 42 42 43 43 Пастор's assignment to me was to share with you on love or faith. Love or faith. And there's so much faith in the Kovchak family. And so much love. So I decided to go in between faith and love to share with you on trusting in the Lord. I've always believed that the word trust is in between faith and love. It's so important that we trust in God. Because the Christian life is a journey of faith. Because it's a journey where God takes us from one level to another. It's a journey where God takes us to places beyond our dreams and expectations. The disciples of Jesus were embarking on a journey with Jesus. Jesus said to them in the 35th verse Let us go over to the other side. Can you turn to your neighbor and say Let us go over to the other side. Can you turn to your neighbor and say Let us go over to the other side. Hallelujah. Now that is what Jesus said to his disciples. And that is what Jesus said to them. So they got into a ship. And they went out traveling to the other side. And they went out traveling to the other side. You know God loves to take us to the other side. Бог любит приводить нас to the other side. God loves to take us to the next level of his plans for our lives. Бог любит приводить нас на следующий уровень нашей жизни. Because there is more in God for you. If you remember the story of the man Abraham If you remember the story of the man Abraham If you remember the story of the man Abraham If you remember the story of the man Abraham God came to him and told him Come out of your country Your father's house Your children to a land That I will show you And he said You go out of your country to a land that I will show you So God was telling him Let us go to the other side. Бог говорил ему Давай перейдем на другую сторону. And when Abraham went to the other side And when Abraham пошел на другую сторону He became so blessed and was a blessing to others. Он стал настолько благословенным что он был благословением для других. So Jesus told the disciples Let us go to the other side. Поэтому Иисус сказал ученикам Давай перейдем на другую сторону. And while the journey began И когда они начали свое путешествие Our Lord Jesus took a nap He was sleeping He was resting And the Bible says There was a great storm that arose The winds and the waves blew so much water into the ship But our Lord Jesus was sleeping Is anybody here who has traveled on a ship? Кто-нибудь здесь есть который на корабле путешествовал? Кто-нибудь попадал в шторм? I've never traveled on a ship before I've never I've never But I trust God I will someday I don't know what it is like to witness a storm on a ship I don't know what it is like to witness a storm on a ship But I think it's scary But I think it's scary Because you know you're surrounded by water And if you're an experienced fisherman And you're an experienced man You will know when a storm is something is very terrible And the fishermen know that such storm is very terrible Peter, James and John were fishermen Peter, James and John were fishermen They were experienced They were experienced So they knew that this storm was something to be scared of And they knew that this storm was something to be scared of But Jesus was asleep in a storm Jesus was asleep in a storm I've always wondered how did he feel like sleeping in a storm I've always wondered how did he feel like sleeping in a storm What if his disciples didn't go to wake him up and say Lord Jesus wake up Would they have drowned I don't think so Because in the book of Isaiah 43 verse 1 The Lord tells us that if we go to the waters He will be there with us If we go to the fire He will be there with us And that nothing will harm us So our God is a God who is always present in the midst of a storm There are different kinds of storms in life For some people it could be a storm in their marriage For some people it could be a storm in your health to sickness or disease For all that it could be a storm of anxiety fear worry concerning the future What if our it is we ever come in contact with It's important we know that God is with us Can we say God is with me Can we talk to the book of Isaiah chapter 43 Isaiah 43 Isaiah 43 verse 1 The Bible tells us there But now the Lord that created thee O Jacob and he that formed thee O Israel Fear not for I have redeemed thee I have called thee by name thou art mine So God says Fear not You are mine You belong to me When thou When thou passest through the waters I will be with thee I will be with thee And through the rivers They shall not overflow They shall not overflow When thou walkest through the roof Fire Pойдешь ли через огонь Thou shall not be burnt Не обожжешься Neither shall the flame kindle upon thee And пламя не опалит тебя So look at what God is saying here Послушай, что Бог говорит здесь It doesn't matter what kind of storm you are witnessing right now Не важно через какой шторм ты проходишь прямо сейчас Or maybe you don't have a storm but just in case one comes in the future Ну может быть ты не проходишь сейчас шторм но когда-нибудь будешь проходить God says I will be with you right there Бог говорит Я там буду с тобой You know nobody anticipates storms Никто не любит шторм Nobody prays and says I need some storm Никто не ожидает и не просит ой мне нужен шторм You know before Jesus sent out on this journey he didn't pray I said Father send me some storm Перед тем как Иисус отправился в это путешествие он не сказал отец пошли не шторм Но однако он пришел Что мы можем делать когда приходит шторм Вот когда нам нужно доверять Богу Вот когда нам нужно обращать свои сердца к Нему Что это означает доверять Богу Это означает полагаться на Него Это означает устремить свои глаза на Него Книга Псалма 33 Псалма Библия говорит о доверии Богу Величайте Господа со мной и превознесем его вместе Я взыскал Господа И он услышал меня Я хочу задать вам вопрос Потому что тут Давид свидетельствует Он говорит что я взыскал Господа И он услышал меня И он избавил меня от всех моих опасностей Здесь есть кто-нибудь который был в проблеме и вызвал Богу и он избавил себя Я вижу много рук Мы тоже можем сказать как Давид Я взыскал Господа Повтори за мной Я взыскал Господа И он услышал меня И от всех страхов моих избавил меня Я свидетельство Я помню Я помню что в Церкви Корчек был лагерь для молодых людей И мы поехали в этот лагерь И это был потрясающий опыт Это был первый лагерь И у нас такой Я пригласил своих друзей они поехали с нами И у нас было очень хорошее веселое время Мы играли Это была река Ребята ходили, плавали Просто отдыхали Мы никогда не видели чтобы люди так веселились в один день Мы играли, играли и устали играть Hallelujah И я не умею плавать Я знаю, вы тут умеете в основном плавать Я видел, как люди плавают Пастор Ира Ира, я не умею плавать И вот, когда мы были играли там в воде Были мои друзья и не хотели плавать И мы решили их удивить Мы стали тянуть их в воду К удивлению или нет я стоял вот с этой стороны И мой друг, которого мы хотели затащить в воду стоял прямо И еще один человек сказал, прямо за ним И вот мы вот этого человека который посередине хотим бросить воду Мы радуемся потому что мы почти достигли цели Но мы были не возле мелководья Мы почти в глубины Мы были возле глубоких вод И вот я подхожу к воде И тут вдруг я чувствую, что дна нет под ногами И я провалился под воду глубоко И он за мной этот мой товарищ И вот мы попытались использовать все свои способные плавать Мы там барахтались И мы уже забыли про игру Мы хотели спастись и вылезти с вами Аллилуйя Я чуть не утонул в тот момент И когда я пришел в себя Я подумала Неужели вот так люди и тонут? Потому что я реально Никто не понимал что я не шучу Я тону И в тот момент страх посетил меня И я вспомнил тогда Господа Я не думаю, что я говорил на языках потому что я бы похлебнулся Я просто внутри молился И этого было достаточно Я знал, что у Бога есть план на мою жизнь И я не мог так просто закончить И я вызвал Господу Как тот, кто бы тонул вызвал Бога в Библии И я просто физически ощутил Какая-то сила вытянула меня из воды И когда он вылез на поверхность Я увидел все мои украинские братья и сестер, которые там не брали И они там О, привет, Айпи! Они даже не знали, что я тонул Я опять опустился под воду И один из моих друзей увидел, что я сражаюсь Я благодарю Бога за это спасение Я просто свидетельствую Что Бог меня спас И ты можешь доверять Ему Он также тебя спасет Когда я учился здесь и был служителем Было множество раз, когда я взывал И я взывал к Богу И услышал меня И Он освобождал меня от всех страхов моих Наш Бог достоин доверия Я хочу дать вам несколько причин По которым вы всегда можете доверять Богу Номер один Из-за того, кто Он есть Первая Коринфина Первая глава, девятый стих Первая Коринфина, 1-я глава, 9-я стих Кто-нибудь скажите, верен Бог Быть верным, это означает, что тебе можно доверять И можно полагаться на тебя Ты свое слово держишь Наш Бог достоин доверия На нашего Бога можно положиться В книге Притча, 3-я глава, 5-я и 6-я стих Давид разговаривает со своим сыном Соломоном И он говорит ему, мой сын Он говорит, надейся на Господа Всем сердцем твоим И не полагайся на разум твой Во всех путях твоих познавай Ему И Он направит твои пути Он говорит своему сыну Сын, доверяй Богу Всем твоим сердцем Не полагайся на твой Собственный разум Твой разум может тебя подвести Не смотря на твой опыт, на твой разум и мудрость Но Бог тебя никогда не подведет Поэтому Он говорит Полагайся на Божье понимание Божье понимание Это Божье слово Бог хочет, чтобы мы доверяли и полагались на Него Перечина номер один Почему мы можем доверять Богу Потому что на Него можно положиться Можно доверять Богу Почему бы тогда наш Господь Иисус так спокойно спал в шторме? Потому что Он доверял кому-то Он знал, что Он не мог утонуть в воде Это было просто невозможно Потому что там был Бог Вторая причина, по которой мы можем доверять Богу Это из-за того, что Он уже сделал Псалом 33 Псалома С 4 по 8 стихи Мы только что читали Мы можем опять вернуться туда Когда мы вспоминаем то, что Он сделал в наших жизнях У нас есть уверенность, что опять можем Ему доверить У Бога абсолютная история доверия Никого никогда Он не подводил Не важно, ни возраст, ни национальность, ни опыт, ничего не важно Бог не лицеприятие Он видит веру Он услышит любого, кто воззовет к Нему Я прочитаю опять 33 Псалом 6 стих Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся Я так сильно люблю этот стих Кто обращал свой взор Они просвещались Другими словами, бремена спадали с них Иисус сказал, вы все, которые устали Придите ко Мне, Я дам вам покой Когда мы смотрим на Нему Мы просвещаемся Из моего опыта служения людям Иногда, когда мы служим тем, которые держим их весами или большие проблемы Когда этот злой дух или проблема оставляет их Они всегда говорят о том, что им становится легче и легко себя чувствовать Потому что мы в своей жизни тянем очень много груза, который Бог хочет с нас снять Иногда это трудности, тяжести, депрессии, всякой тяжести Иногда это горечь или непрощение И Бог хочет облегчить нас от этой тяжести Но мы должны свои глаза направить на Него Мы должны сказать, что те, кто обращались в взор на Него, они просвещались Если ты не хочешь быть в стыде, смотри на Него И седьмой стих Этот нищий вызвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его Халлелюя Девято стих Вкусите и увидите, как благ Господь Блажен человек, который уповает на Него Поэтому причина, по которой ты можешь доверять Богу, это потому, что Он раньше тебя не подводил Когда ты посмотришь назад и увидишь, что Он уже сделал для тебя, у тебя есть вера на будущее Третья причина, по которой мы можем доверять Богу Это потому, что Он собирается сделать Повери своему соседу и скажи, скоро что-то произойдет И ты думаешь, что же произойдет Не переживай, это не шторм У нас недавно были штормы в Африке Когда очень сильный дождь, гром И мы практически чуть ли не хочется вот так сказать Наверное, разозлилился Бог Слава Богу Потому что Он собирается что-то сделать Иисус сказал, давай перейдем на другую сторону Марка 4, глава 35 Если бы я был одним из учеников Иисуса Хорошо, я Петр, допустим Я хочу с Ним пообщаться с Иисусом Я скажу, Иисус, зачем нам переплывать на другую сторону? На этой стороне у нас и так все прекрасно, много свидетельств На этой стороне ты учил нас притча о сеятеле На этой стороне ты исцелял больных, мы видели чудеса Мне нравится быть здесь, на этой стороне Но Иисус сказал, переплывем на другую сторону Потому что есть кто-то на другой стороне, который должен со мной встретиться Когда они прошли шторм и переплыли на другую сторону В книге Марка 4, глава Библия говорит, что их встретил бесноватый, который выскочил из гробниц Давайте посмотрим, что он сказал Человек, который встретил их на другой стороне Я так рад, что Бог дал мне возможность приехать в Нигерию, в Украину И переплыть на другую сторону Я знаю, что он приготовил для меня место на этой стороне И когда он перевел меня на другую сторону Будет свидетельство для моего поколения здесь И мы двигаемся с Богом Наш Бог — это Бог в движении Христианство — это не религия Это взаимоотношение с Богом Взаимоотношение — это когда ты переходишь с одного уровня на другой всегда Например, моя жена до того, как мы поженились После того, как мы поженились Я понимаю, что я знаю ее по-другому совсем намного больше Точно так же с Богом Мы движемся с Ним Помните, люди в Ветхом Завете Они шли с Богом Когда облако двигалось, они двигались Когда столб огненный двигался ночью, они двигались Когда он останавливался, они останавливались Нам нужно быть в движении с Богом Первый стих, четвертая глава Марка Извините, пятая глава, первый стих Скажите кто-то, другая сторона И пришли они на другой берег моря В страну катаринскую И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже с пятой Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы И никто не в силах был укротить его И всегда ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни Но когда же он увидел Иисуса сдалека, прибежал и поклонился ему Давайте тут остановимся Я хочу, чтобы вы посмотрели на проблему этого человека Как вы думаете, стоило ли Иисуса перейти на другую сторону? Я по образованию медицинский врач И я здесь обучался у вас Наш учитель преподавал такой термин, который назывался Это была история болезни Или история жизни пациента И вот сейчас Библия говорит нам об истории жизни этого пациента, человека Мы можем сказать, что он был нестабилен Мы можем сказать, что он сошел с ума Его проблемы перечислены здесь один за другим И мы знаем, понимаем сами, что именно дьявол разрушал жизнь Ни один человек не мог помочь ему и не мог контролировать Никакой врач не мог взять его Никакой психолог бы не успокоил его Ты мог бы ему сказать, успокойся А он бы тебя избил Поэтому все убегали от него Никто не хотел дружить с таким Но когда этот человек увидел Христа Другими словами, когда он увидел Иисуса, он увидел ответ на свою проблему И он подбежал к нему И он поклонился И это был конец его проблем Райцы и сестры, когда Бог переводит тебя на другую сторону Есть причина Доверяя Богу Потому что у него больше для тебя Надо и Леуя Еще одна причина, по которой мы можем доверять Богу Это потому что без Него мы ничего не можем Иоанн 15, 5, Иисус говорит, без меня вы не можете ничего Я помню однажды общаться с очень скромным человеком Извините, это я был таким скромным человеком Но сегодня я стою перед вами и делюсь это чудо Божие Потому что без Него мы ничего не можем Наши слабости это не оправдание Наши страхи это не оправдание Нам нужно доверять Богу Что Он поднимется над нашими ограничениями Еще одна причина, почему мы можем доверять Богу Это потому что доверие Богу приведет тебя к благословению Книга Иеремия, 17 глава, 5 стиха Библия говорит нам о благословениях, которые приходят с доверием Богу С 5 стиха, 17 глава Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека И плоть делает своею опорой, и которого сердце удаляется от Господа То есть сердце этого человека не смотрит на Бога Его сердце в чем-то другом Вопрос, в чем твое сердце? Твое сердце смотрит на Господа? Библия говорит, что тот человек, который не смотрит на Бога Его сердце не доверяет Ему Говоря простым языком, нам легче иногда доверять вещам Или людям, которые мы видим Чем доверять Богу, которого мы не видим Но когда ты принимаешь Иисуса Христа Доверяя Богу для тебя становится чем-то легким Когда ты садишься в поезд, чтобы ехать в Киев Кто из вас видит машиниста? Кто видел вот раз? Я не подхожу к машинисту и не говорю Машинист, мы куда едем? В Киев? Ты вообще знаешь дорогу в Киев? Не в Глухов, пожалуйста Не в Кролевет Киев, ты знаешь дорогу в Киев? Нет, мы же так не делаем Мы просто покупаем билеты Мы садимся Или засыпаем И просыпаемся в Киеве То есть ты доверяешь машине стоп Ты доверяешь этому Поезду И Богу ты тоже можешь доверять Даже если ты не видел машине стоп Тебе и Бога не надо видеть Чтобы доверять Ему Тебе нужно видеть Его Слово И верить Ему Потому что Он тебя не подведет Библия говорит в 6 стихе Человеке, который не доверяет Богу Он будет как вереск в пустыне И не увидит, когда придет доброе И поселится в местах Знойный в степи На земле бесплодной и необитаемой Благословен человек, который надеется на Господа И которого упование к Господню Ибо Он будет как дерево посажено в водах И пускающим корни свои у потока Не знает оно, когда приходит зной Листь его зелен И во время засухи Оно не боится И не перестает приносить плод Доверие Господу Сохранит тебя во время трудностей Поэтому нам нужно доверять Господу Я хочу ободрить тебя этим утром Доверяй Богу Не важно, что происходит в экономике наших стран Не важно, что происходит в мире вообще Давайте будем смотреть на Бога Ты скажешь А как я могу выразить свое доверие Богу Прежде всего Поступай по Его Слову Притчи 3, 5 Библия учит нас Доверяй Господу Всем сердцем твоим Знаешь, когда ты доверяешь Богу Всем сердцем своим Ты будешь делать то, что Он говорит И тебе не нужно обязательно знать Как это все произойдет Тебе не нужно подсчитывать все Это хорошо планировать Но должно быть место на вере Богу Библия говорит нам о человеке Аврааме Бытие 12 глава Он говорит Выходи из земли родства твоего Из отцов твоих И иди в землю, в которую я угрожу тебе Где я благословлю тебя Где я сделаю имя твое великим И ты станешь благословением Заметил ли ты, что Бог говорит Я сделаю, я сделаю Но ты должен сначала выйти Ты должен сначала выйти И в 4-м сихе сказано И пошел Авраам, как Господь велел Что какого послания здесь Авраам поступил по Слову Божьей Даже когда у него не было всех ответов Когда Бог попросил его отдать Своего единственного сына Исаака Его единственного сына Большинство из нас здесь Мы родители уже Отцы и матери Я хочу задать вам вопрос Что если бы Бог пришел в твою спальню И сказал тебе Отдай мне сына Твоего единственного сына И дочь отдай Единственную дочь Отдай пастору Роман И он будет пастором всю свою жизнь Сколько бы из вас сделает Или так Наверное кто-то бы сделал Потому что мы христиане А что если бы Бог сказал Так и с вами сына Пойди на гору И убей Пожертвуй Кто бы легко это сделал Если ты такой есть Это великий человек Но это то, что Бог сказал Аврааму сделать И Авраам пошел это делать Но Бог его прервал Когда Бог попросил Авраама Это сделать Зачем? Он испытывал его Чтобы увидеть Насколько он доверяет Он не хотел Чтобы Авраам доверял В Исаака Он хотел Чтобы он доверял Богу Потому что иногда Когда Бог благословит нас Теми вещами Которые мы просили Часто мы свои глаза От Бога отворачиваем И на эти вещи Поворачиваем А Бог хочет быть центром нашей жизни Ни работа наша Ни семья Потому что когда Бог центр Все устоит Кто-нибудь скажи Аллилуйя Доказывай Что ты доверяешь Богу В Иоанна 9 глава С 1 по 7 стихи Слепочный пришел к Иисусу И говорит Исцели меня Исцели Иисус сказал им Очень просто Иди в Кубалью Силамскую И умойся Это после того Как Он поместил Глину на его глаза Это не самый легкий путь Истелить слепого человека Поместить глину на глаза После того Как Он попросил Иисуса Истели меня Он все равно Его не видел И он услышал Как плевом Пу-у-у Он подумал Кто тут плевется Что происходит И потом он слышит Еще раз Я шучу Иисус из своей слюни Сделал такую мазюку И положил эту мазюку На глаза Слепого Это еще более слепым Его мазюка Но он продолжал доверять Тебе тоже нужно доверять А потом он сказал ему Эй, иди умойся там В Силамской купаль Он мог бы сказать Иисус Что не понимаешь Я ничему не вижу Как я найду эту купаль Но он нашел людей Которые отвели его И умывает свое лицо И возвращается зрячим Он поступил по словам Христа И ты должен поступить по словам Божьим Когда ты читаешь Библию Размышляешь Просто делай то, что там сказано Когда сказано Люби твоего соседа То делай так Потому что это означает Что ты доверяешь Богу Когда Библия говорит Прощай людей И ты должен прощать людей Потому что это означает Что ты доверяешь Ему Еще как мы можем выразить Своё доверие Это когда мы будем ждать Бога Кто-нибудь скажите Ждать Господа Книга Исаия 30 глава 18 стиха 30 глава 18 стиха Мы живем в век микроволновок Где все происходит очень быстро И нам молодым людям тоже нравится скорость Нам не нравится ждать Пожилые люди Они уже видели много в жизни И они понимают смысл ожидания И вот Бог хочет, чтобы мы ждали Восемнадцатый стих И потому Господь Медлит, чтобы помиловать вас И потому Еще удерживается Чтобы сжалиться над вами Ибо Господь наш Бог правдой Блаженны все ожидающие Бог говорит Я тебя подожду А ты меня подожди Что означает Ждать Бога Означает это приходить в церковь Садиться и ждать Нет, это означает Ожидать Его Ждать, ожидая Ожидать, что Его Слово В твоей жизни исполнится В Евреям 10, 35 и 36 Библия говорит об ожидании Господа Сказано, не выбрасывай свою уверенность Сказано, после того, как ты совершил волю Божью Тебе нужно терпение Тебе нужно подождать Потому что что-то скоро произойдет Ожидание это признак доверия Третье, как мы можем демонстрировать свое доверие Богу Это когда мы вызываем к Его имени Иеремия 29, 11, 13 Здесь сказано, что Ибо я имею намерение О тебе, говорит Господь Намерение во благо, а не на зло Чтобы дать тебе будущность и надежду И 12 стих говорит, ибо зовете ко мне И пойдете и помолитесь мне И я услышу вас И взыщите меня и найдете Если взыщите меня всем сердцем Паши Итак, Бог говорит, что мы должны взывать к Нему Вы знаете телефон Бога? Хотите записать Божий телефон? 0, 9, 0 0, 9 0, 5, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 It's not MTC It's not MTS It's not MTS, спасибо It's not the Jews It's not Kansas It's not Live Network It's not Life Network God uses a number that begins with J, E, S, U, S Бог использует номер, который из Бога состоит, V-E-S-U-S. Если вы можете набрать этот номер, то вы сразу же подключитесь к Богу. Если вы вас зовете к имени Иисусу, то Бог ответит. Он говорит, позвони мне, и я отвечу тебе. Когда ты в молитве взываешь к Нему, ты говоришь Богу, я доверяю Тебе. Я ожидаю Тебя. И я знаю, Ты не подведешь меня. И у нас здесь множество свидетельств, как мы взывали Богу, и Он не подводил нас. Я приехал, чтобы ободрить тебя. Бог верный Бог. Ему можно доверять. Можно взывать вник Его имени. Неважно, где ты. Неважно, через что ты проходишь. Неважно, как далеко ты зашел. Ты можешь звонить Его. Неважно, что ты сейчас проходишь. Он самый лучший, к кому можно обратиться. Он дает тебе помощь прямо во время твоей нужды. И в Риме нам 10, 13 Он говорит, «Всякий, кто вас зовет к имени Господню, будет спасен». Я хочу помолиться. Можно ли мы закрыть свои глаза? Если здесь кто-нибудь, кто хочет вас звать к Его имени сейчас, я хочу помолиться с тобой. Я хочу соединить свою веру с Твоей. Потому что Бог здесь с нами. Кто-нибудь есть, кто хочет сказать, «О, Боже, я взываю к Тебе, прости мои грехи и стань Господом моей жизни. Отмой меня своей кровью и дай мне второй шанс. Я взываю к Тебе». Если здесь есть такой человек по машине, если есть кто-то, кто хочет вас звать к имени Бога по машине, я вижу вашу Богу. Я вижу вашу Богу. Если еще кто-то, кто хочет вас звать, поднимись, пожалуйста, на свои ноги. И вы хотите помолиться с тобой сейчас. Давайте помолимся, Церковь. Повторяйте за мной, Отец Небесный. Я взываю к Тебе сегодня. Я верю в Твоего Сына Иисуса Христа, который умер на кресте за мои грехи, которого Ты воскресил к жизни, чтобы освободить меня от греха и дать мне новую жизнь. Отец Небесный, очисти меня от моих грехов и дай мне новую жизнь. Твой дар в вечной жизни. Спасибо, Отец, что Ты спас меня. Аминь. Я хочу помолиться сейчас за Тебя. Отец во имя Иисуса, я провозглашаю Твоего благословения на них. Пусть Твой Дух спасения пребывает на них. Сохрани их на пути спасения. До пришествия Иисуса Христа. Аминь. Из церковь, давайте мы поднимем свои руки сейчас и поблагодарим Бога что Он есть, это помощь для нас во время нужды. Я просто хочу дать тебе сейчас несколько минут, чтобы ты поблагодарил сам Бога. Поблагодарю Нему, что Он слышит тебя всегда, когда ты взываешь. Что Он отвечает тебе, когда ты взываешь. Помните моменты, когда никто тебе не мог помочь, но Он помог. Помните моменты, когда ты взывал в слезах. И Бог, Он вытер твои слезы. Он принес свидетельство. Он дал тебе хвалу. И если прямо сейчас ты проходишь через шторм, самое лучшее, что ты можешь сделать, это позвать меня. И сказать, Господь, спаси меня. И обратись эту ситуацию к своей славе. И если ты молишься сейчас, то я молюсь вместе с тобой. И я стою вместе с тобой в имя Иисуса. Чтобы Бог дал тебе мир посреди шторм. Чтобы Бог дал тебе победу посреди шторм. Чтобы Он дал тебе финансы. И я приказываю этим штормом. Останавливайся, или ты болезнь, или немощь. Мы молимся об открытых дверях, во имя Иисуса. И молимся об открытых небесах, наоборот. И я в победе Божьей, который объявил твою жизнь. Движайся, Отец, сегодня в твоей церкви. Коснись своих людей. И исцели твоих людей. Благослови твоих людей. И измени ситуации. И пусть у каждого будет свидетельство. Во имя Иисуса. И дай Ему сейчас большое аминь. Спасибо большое за эту возможность. Мы очень почтены здесь. Спасибо за это благословение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.